Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели в эфире. Вновь Арча Медиа и я, Кулак Джулыбаева. По традиции мы выносим на обсуждение самые актуальные вопросы дня. Тема сегодняшнего эфира в Кабистане блокирует ТикТок. Какую цель преследует власть? В гости нашего эфира директор общественного фонда гражданская инициатива интернет-политики Тату Мамбиталиева. Тату, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня стало известно о том, что решение Министерства культуры и информации о блокировке сервиса ТикТок на территории Кыргызстана направлено оператором передачи данных. Напомню, решение принято 30 августа. Пока министерство работает над закрытием популярной соцсети, дочка его ведомства собирает миллионные лайки. Давайте сейчас глянем на очень короткий обзор ее страницы ТикТок, а потом я перейду к вопросам. Субтитры создавал DimaTorzok Пока сам министр не комментирует решение своего ведомства, понятно, что оно спущено, то есть принято наверху и спущено. Давайте для начала поговорим о том, соблюдены ли все требования закона. Ведь нет соответствующего решения суда или оно не требуется. И в какие сроки технически быстро может решиться вопрос? Ну, давайте не будем забывать последние изменения в законодательстве, которые позволяют некоторые блокировки осуществлять как для вообеспечения иска без решения суда. Процедура законодательная, она усложнена тем, что очень трудно сейчас сказать, какие правовые нормы могут сейчас сработать и что является приоритетным. Поэтому в этом плане то, что отвечает министерство культуры за данный вопрос, она правомерна, она выдает рекомендации, принимает решения, технически реализовывает министерство цифрового развития. Все это происходит, мы все это наблюдаем. Единственное, я бы не хотела утверждать, что там где-то сверху принято или снизу принято, жалоба поступила в адрес министерства культуры, который рассматривает и соответствующее решение принимает. То есть вы сказали, что законодательный закон соблюден, получается тут нарушений нет. А технически это сейчас какие сроки? Это может занять месяц, неделю, может и день? Технически это все зависит от решения министерства цифрового развития, какой период они будут закрывать, как эта блокировка будет организована, потому что технически очень много разных нюансов для его блокировки. Его могут заблокировать на каком уровне, на уровне первичных провайдеров, на централизованных заблокировать или нет. И поэтому в этом плане есть определенные нюансы, но любая техническая блокировка, это не означает, что мы сможем его заблокировать окончательно в интернете. Все, что появляется в интернете, заблокировать и исчезнуть никогда не может. Единственное, доступ к нему может быть организован через технические другие решения, которые будут известны и доступны не всем. То есть определенные виды блокировок, все, что придумывает человек, другой человек может придумать, как это обойти. Вот в этом плане так. Накомню, с требованием закрыть соцсеть неоднократно выступали депутаты, давайте сейчас посмотрим короткое видео, а потом я задам вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Депутат Шалюбе Катазов говорить, что социальная сеть ТикТок не соответствует национальной идеологии. Данный вопрос сейчас очень горячо обсуждается в обществе. Есть противники, есть и те, кто согласен с тем, что вот контент на популярном сервисе портит молодежь. Но ведь вредный контент есть же и на других платформах. Я вам скажу по поводу Атазовского выступления, что любые информационные сети имеют положительный, так и отрицательный контент. И у нас есть законодательства, которые запрещают определенный вид контента. Поэтому здесь очень сложно дать оценку, речь идет о цензуре или о защите нашего пространства от какого-то контента. В этом случае я хочу сказать, что если ТикТок имеет специальный алгоритм, и он генерирует контент под каждого пользователя индивидуально, если пользователь смотрит отрицательный контент, секс, порнография или насилие, то ему будет падать именно такой контент. Если он смотрит, интересуется, я не знаю, туризмом, историей, то ему падает соответствующий контент. То есть там встроен искусственный интеллект, который подает тот контент, который запрашивает пользователей. Остановились вы на каком-то видео больше, чем положено, такой контент вам и будет падать. И этот контент генерирует не сам ТикТок, а генерирует пользователи, которые пользуются ТикТоком. И нужно не забывать, что ТикТок является такой же коммерческой продукцией, как и все другие решения, которые есть в интернете, и он служит платформой и для бизнес-предпринимателей, и для малого-среднего бизнеса, который продвигает свои продукты и услуги. Такие, как, например, туризм, швейники наши, продажники, все продвигают через интернет, и ТикТок сейчас является более доступным и более дешевым инструментом, и очень в этом отношении он прогрессивный. Поэтому блокировка ТикТока в первую очередь ударит по бизнес-сектору, которого лишат дополнительного инструмента для продвижения его в интернете. В отношении отрицательного контента, я, насколько знаю, ТикТок не получала от правительства Кыргызстана или от пользователей кыргызских какие-либо жалобы. Поэтому в этом отношении я знаю, что ТикТок, в отличие от других каких-то компаний, он быстро реагирует на запросы, быстро реагирует на запреты какие-то, потому что контент, который генерируют такие же пользователи, как и мы, они могут смотреть и фильтровать. Поэтому я думаю, что в этом случае связанное с ТикТоком нет хорошей коммуникации между ТикТоком и нашим правительствам, которым недоволен контентом, который доступен. Если сейчас в поисковике, в любом поисковике, в Яндексе, Мейлру, в Гугле, вбить соответствующий запрос, то этот контент они все равно достанут, несмотря на то, что все пытаются его заблокировать. Вот мы тоже сейчас в Кыргызстане боремся, например, с коррупцией, с убийцами. Что бы мы ни делали, они где-то проявляются. То же самое в интернете. Меры принимаются, но не все возможно загасить. Потому что интернет так построен, что все, что не появляется в интернете, так или иначе он становится доступным. Вопрос. Через VPN, да, через VPN, насколько это будет легко, например, обывателям через VPN подключаться? VPN – это старое решение. Сейчас куча разных других решений, которые позволяют обеспечить доступ к заблокированным ресурсам. Таких решений очень много. Тикток запрещен в ряде стран мира, например, в Индии. О том, что данная социальная сеть несет угрозу национальной безопасности, звучали и в Сенате США. Можете поделать? Если говорить об Индии, если говорить об Америке, то я вам скажу, что там это связано не с контентом. Это связано с технологической конкуренцией в отношении производителей. Потому что такие решения, как Инстаграм, это, я не знаю, и Ватсап, это производство американское, они защищают свои решения, свой бизнес, предприниматели. А Тикток изначально создавался китайскими организациями. Америка давным-давно приняла кучу решений в отношении производителей китайских. Поэтому это связано не с содержанием в Тиктоке, а с тем, кто производит и поддерживает эту техническую платформу. Это геополитическая тема. То же самое в отношении Индии. Мы зрителям, слушателям напомним, что мы сегодня обсуждали вопрос о блокировке Тикток на территории Кыргызстана. Будьте с нами, Арча-Медиа будет выходить в эфир с актуальными вопросами дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова